Мы приветствуем вас на нашем канале, а это рубрика города России прежде, чем мы расскажем вам обо всех городах нашей необъятной родины, просим подписаться на канал и поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Приятного просмотра, на слиянии рек Ангара и Китары сположен живописный город Ангарс. Этот город был основан благодаря нефтехимическому комбинату, как рабочий поселок в 1945 году, после победы над Германией. Но за короткое время поселок разросся в красивый и современный город. Город назван в честь реки Ангара, на берегу, у которой он и расположен. А название самой реки происходит от бурятского языка. Корень Анга или слово Анграхай в буквальном переводе обозначает «разинутый», «распахнутый» или «зияющий». Скорее всего, это название связано с ландшафтом местности у истока реки Ангара. Она вырывается через ущелье или промойную из озера Байкан. Первые упоминания названия Ангара встречаются в текстах XIII века. Климатические условия характеризуются холодной зимой и коротким дождливым летом. Этот резкоконтинентальный климат охарактеризован резкими перепадами температуры, сезонной и суточной. Здесь с Москвой разница во времени 5 часов. Нет вечной мерзлоты, но климат не мягкий. Уровень средней сейсмичности 7-8 баллов. Город Ангарск условно разделен на две части. Одна часть жилая, другая промышленная. Между ними полоса леса. Этот молодой город застроен согласно генеральному плану, имеющий четкую прямоугольную структуру улиц. Это отличает его от городов старинной постройки, где дома зачастую расположены стихийно. При застройке жилых массивов, участки леса остаются нетронутыми, поэтому город выглядит как нарядный город-сад. В промышленной части города расположен химический и нефтехимический завод. Это крупнейшие промышленные предприятия в Ангарске, занимающие третье место в области, среди предприятий, выпускающих промышленную продукцию. В Ангарске есть еще кирпичный, цементный, керамические заводы, и завод ЖБИ. Но эти предприятия выпускают продукцию для местного пользования, поэтому их роли в экономике региона в целом незначительны. Самой, пожалуй, интересной достопримечательностью города можно назвать музей часов, где собраны тысячи экземпляров различных эпох. Кроме того, есть музей минералов и музей, посвященный ВОВ. Подлечить здоровье можно в трех санаториях, с применением воды из природных минеральных источников. В холодное время года можно покататься на горных лыжах на хорошо организованной обустроенной горке. Летом популярны экскурсии на озеро Байкал. В городе есть предприятие легкой промышленности, это швейная фабрика. Из предприятий пищевой промышленности можно выделить молокозавод, пивзавод, хлебокомбинат и мясокомбинат, которые по большей части обслуживают местное население. Символом этого красивого города стал герб, где изображена золотом, бегущая молодая женщина, в развивающихся одеждах. Это красавица ангара, которая сочетает в себе образы народного эпоса о красоте, гармонии, силе и молодости. Бежит она влево, что по канонам герба соответствует движению вперед. Такая как река ангара, бегущая только по своему пути, бежит она по зеленому полю. Символ безбрежной сибирской тайги. И в реальности ангара течет через бескрайнюю тайгу. Зеленый цвет. Это цвет молодости и процветания. Именно потому, что этот город молодой. Зеленого цвета в гербе очень много. В самом низу герба волны. Они направлены навстречу бегущей ангаре. Общая символика герба – молодость. Зеленый цвет. Богатство. Золотой цвет девушки. Все в общем смысле говорит о великодушии проживающего здесь населения. Среди городов с населением более 100 тысяч человек Ангарск признан самым благоустроенным городом. К такому выводу пришли по итогам 2008 года на заседание президиума правительства 2 октября. То, что этот город принимает в этом конкурсе участие не первый год. Говорит о том, что правительство города прогрессивно и заботится о благосостоянии своих жителей. До этого такое звание городу присуждалось и ранее, в 2005-2003 годах. Этот конкурс стартовал 1997 году. Обычно участие в конкурсе принимают несколько десятков городов из различных регионов России. В качестве главных критериев для оценки принимается состояние дорог, железнодорожного транспорта и санитарно-эпидемиологическая обстановка городов. По итогам конкурса города, призеры получают денежные вознаграждения от федерального бюджета. Этими деньгами можно обеспечить дальнейшее обустройство города. Корни современного народного творчества уходят в древние традиции шаманизма. Это, прежде всего, язычество и многобожие. Местные жители поклонялись духам природы. Богов и сверхъестественных сил было очень много. Поэтому обычаев было много. Даже в наши дни некоторые поверия так и живут. Большая часть, конечно, смешалась с христианскими традициями. Но, в общем, и сохранилось многое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь с друзьями этим видео. До новых встреч в следующем городе. Субтитры сделал DimaTorzok